Анастасия Тарасова Прекрасная осенняя погода. Для меня это место – самая настоящая Алматинская ривьера. Столько здесь всегда солнца и тепла. Прямо сейчас в репетиционных залах Дворца Республики идет масштабная подготовка к выступлению театра танца «Самрук». И пока есть полчаса до репетиции, я спешу на встречу с его художественным руководителем, замечательным хореографом, заслуженным деятелем Казахстана Гульнарой Адамовой. Гульнара, доброе утро! Спасибо, что нашли время для нашей программы во время своего насыщенного графика. Очень интересно сейчас пойти заглянуть, что происходит в репетиционном зале. Но пока в Алматы такая прекрасная погода, мы с вами на улице немножко поговорим. Скажите, пожалуйста, что за события планируется вот здесь, во Дворце Республики, к которому вы сейчас так усиленно готовитесь? Планируется совместный тур, то есть культурное сотрудничество между странами Казахстан, Америка. Американское посольство делает такой подарок. Они привозят труппу под руководством Пола Гордона Эмерсона. И наш коллектив, это труппа современного танца Самрук, будут осуществлять совместную программу, где покажут и свою программу личную, персональную, а также совместную работу на две компании. С 2010 года мы так или иначе сотрудничаем как с этим коллективом, так и с американским посольством. Вот сейчас переросло в какую-то такую большую программу, в турне по Казахстану, которое охватывает достаточно много городов, в которых мы будем представлять как программу совместную, так и давать бесплатные мастер-классы. Я думаю, будет интересно. И для наших гостей это достаточно экзотично, потому что часть путешествия будет на автобусах, в частности, с Усть-Каменогорска до Павлодара. Наш путь будет на автобусе, так что они смогут в окно посмотреть на Казахстан. Я знаю, что ваша дружба, партнерство достаточно продолжительное, как вы сказали уже. И расскажите вообще, с чего все началось, что вы уже делали вместе, почему вам так нравится работать в этом партнерстве? Началось все с того, что в 2010 году американское посольство привезло в качестве ознакомления с американской культурой компанию City Dance. Пол тогда работал в этой компании. И они здесь также провели мастер-классы в хореографическом училище, выступили в оперном театре и дали мастер-классы в нашем коллективе непосредственно только для нашего коллектива. Мы с ними познакомились поближе и решили, что неплохо бы обменяться номерами. То есть мы делаем какие-то номера для них. Телефонными? Нет. Хореографическими? Постановками, да, конечно, постановками. А они делают для нас. Эта мысль как-то всем так понравилась. И буквально через несколько месяцев к нам прибыл хореограф первый от них. Тогда это был не Пол, это был Кристофер Морган и поставил нам балет «Песочные часы». Потом вот приехал Пол, который поставил у нас достаточно много постановок. Такие отношения у нас длятся уже, можно сказать, 9 лет. Достаточно. Расскажите, пожалуйста, о своем коллективе театр танца «Самрук» с очень большой историей. Но, как мне кажется, очень многие зрители нашего канала в силу своей работы, в силу того, что это очень занятые деловые люди, часто пропускают афиши каких-то культурных мероприятий. А программа «Стори» собственно для этого и создана на телеканале «Атамикен Бизнес», чтобы немножко возвращать, окунать в культурную жизнь. Если кто-то из наших зрителей не знает ваш театр, мне бы очень хотелось, чтобы познакомились. Труппа современного танца «Самрук» была впервые организована в 98-м году. То есть мы уже отметили свое 20-летие в прошлом году. Она состояла из трех человек. Три девушки, которые по образованию – это бывшая сборная Советского Союза по художественной гимнастике. Когда я первый раз с ними познакомилась, я была просто восхищена их возможностями, их какой-то такой спортивной закалкой, их трудолюбием. А гимнастки 18 лет, у них их профессиональная деятельность, карьера уже завершается. То есть получилось так, что они в самом расцвете лет остались не у дел. Ну а для балета самый расцвет – это только начало. И, конечно, для меня их физические возможности, их духовная сила какая-то, энергия, их бешеное желание что-либо делать – это было решающе. Мы решили организоваться в коллективе. В 98-м году впервые выступили на фестивале современного танца, который был организован в Алма-Ате. Мы работали как независимый коллектив. Мы ездили по фестивалям по современным, мы делали какие-то постановки, работали самостоятельно. И вот с 2003 года уже присоединились к управлению культуры нашего города – Акимата, Алматы. Коллектив, конечно, достаточно большую историю накопил за вот этот период. Сегодняшний день – это как бы новая страница, абсолютно чистая, потому что состав коллектива поменялся. Сейчас в труппе сплошная молодежь. Для меня это старт опять с самого начала. И это и трудно, безусловно. Те, у кого есть коллективы, либо кто вообще в театральной профессии, он поймет, что значит смена труппы. Когда зрелые, умелые артисты уходят, и на смену им приходит молодежь, безусловно, талантливая, но все-таки молодежь, то он поймет, насколько это тяжело. Молодежь другая, она воспитана вся на технологиях, что не скажешь, скажем, обо мне. И, конечно, они приносят свою лепту. Так что это как бы новый сам рук, очень интересный, на мой взгляд, который я бы с радостью представила нашему зрителю. Субтитры делал DimaTorzok Скажите, пожалуйста, на какие балетные труппы, на какие танцевальные компании вы ориентируетесь, что бы хотелось принести в Алматы, экспортировать, так сказать, какой-то зарубежный опыт, какой-то язык или технику, чтобы наши зрители тоже знакомились какими-то современными веяниями, открытиями в этом направлении? Надо понимать, что современный танец в мире настолько далеко ушел в своем развитии, он настолько разнообразен, он впитал в себя от всех направлений и видов искусства такое количество элементов, техник и так далее, что на самом деле сейчас очень сложно кого-либо удивить какой-то новой техникой. Вот лично для меня в приоритете, в первую очередь, конечно, что стоит за всей этой техникой. То есть, что человек хочет сказать, и есть ли ему что-то сказать. Хореографический язык может быть абсолютно разным. Иногда он сводится прямо к минимализму, но либо это о чем-то говорит, либо это просто физические упражнения. Для меня, конечно, в приоритете те коллективы, те исполнители, артисты и хореографы, за которым стоит какая-то духовная глубина, за которым есть какие-то чувства, мысли, конкретные истории, которые он хочет поведать миру, с которыми он хочет поделиться, а не просто абстрактное искусство или движение ради движения. Это, конечно, все очень интересно, но для меня это в пределах класса, для техники и работы над телом. Однажды у меня был такой опыт, совершенно неожиданный, просто зрительский. Я впервые в жизни оказалась как зритель, который смотрит балет и рыдает. Я не могла понять, я сидела, пыталась проанализировать, что со мной происходит, что в меня так попадает. У меня не было ответов, но я действительно первый раз столкнулась с тем, что когда ты смотришь хореографию, когда ты смотришь современный танец, ты остаешься под каким-то сильнейшим впечатлением. Я вышла просто какая-то размазанная и раздавленная. И для меня, наверное, это был такой пример и опыт того, как может современный танец говорить с тобой, со зрителем. Это как раз то, что должно нести в себя искусство. Причем даже когда нет конкретной истории, зритель понимает на уровне подсознания и энергетики, которая передается от артистов к зрителю. И это, конечно... Я просто хочу даже понять, как это технически, или как это режиссируется. Или это действительно очень... Вот это вот совокупность и исполнителя, и постановщика, что вот там столько какой-то внутренней информации, которая никак вербально не выделяется. Да, то есть, которую описать словами невозможно, но твое тело это понимает. Совершенно верно. Ну, вот это искусство. Это искусство, конечно. Это то, к чему надо стремиться, я думаю, всем. Чуть выше вы говорили о фестивале современной хореографии в Алматы. И, как мне кажется, я могу сейчас ошибаться, по-моему, таких фестивалей сейчас нет. Вот как вообще происходит у нас вот этот внутренний наш обмен, знакомство со зрителем? Как вообще люди узнают о том, что есть такой театр танца, как зрители узнают о том, что есть современная хореография? Есть ли какие-то сложности вот у нас на внутреннем рынке продукта и зрителя? У нас долгое время были сложности, потому что у нас в стране очень сильна школа классического танца. И когда во всем мире современная хореография уже семимильными шагами путешествовала по всему миру, то у нас это было только в зачатке. Ну и, как известно, развитие современного искусства это признак демократизации общества. Чем общество демократичнее, тем сильнее развито современное искусство в нем. Поначалу были вот такие сложности, но потом артисты балета хотели все выезжать на международные конкурсы за рубеж, во все страны. А обязательным условием всех международных конкурсов является современная хореография. Это там отдельный тур, который выложен. Ну и, конечно, возникла необходимость в этих номерах, в этой современной хореографии. Поэтому, хотели они или не хотели, современная хореография к нам пришла. Вот. И первый, кто провел фестиваль современного танца, это был Джантаев Булат Михайлович. Он тогда был директором хореографического училища. Вот этот первый международный фестиваль современного танца был проведен им. Были приглашены артисты из Турции, из Прибалтики, из Англии. То есть, каким-то образом ему удалось это сделать. И вот, и нам посчастливилось как раз первый раз заявить тогда о себе именно на этом фестивале. Эту эстафету перехватила Флюра Мусина, и она стала проводить среднеазиатский фестиваль современного танца, который на протяжении также достаточно долгого времени проходил в Алма-Ате, куда приглашались как зарубежные гости, так и все со Средней Азии коллективы. Да, сейчас просто немножечко именно в нашем городе эта тенденция по проведению фестивалей как бы затихла. Но это произошло, скорее всего, потому что центр сдвинулся в Астану. В Астане открылась академия, театры, это и опера астанинская, это и Астана-балет, и театр, и коллектив. Ну и, конечно, сама академия, которая своими условиями, наверное, затмила все мыслимые академии в мире. Потому что вот сколько я видела учебных заведений по всему миру, таких условий и такого размаха я не видела нигде. Но, тем не менее, наши коллективы, наши театры, которые существуют, которые продолжают, наше хореографическое училище, которое продолжает воспитывать артистов балета, после первого шока и оттока кадров артистов, педагогов в Астану, сейчас восстанавливается. И, я думаю, будет продолжать свою деятельность. И мы как раз-таки немножечко углубимся именно в сторону современного искусства, современной хореографии, современной режиссуры и так далее. Я думаю, что это очень хорошо. Вот. Так что, если и есть какое-то затишье в этом плане, то оно временно, безусловно, и оно будет еще в дальнейшем свое развитие иметь. Ну что ж, спасибо вам за вот такой обзор, потому что какие-то вещи теперь у меня в голове как-то стали на места, и мне стало больше понятно, что у нас происходит современным искусством вот в этом направлении. До встречи на концерте. Спасибо. До встречи. Спасибо большое. Согласитесь, что не так часто в городской афише можно встретить события, посвященные современному танцу. С вами была программа Stories, телеканал Атамикен Бизнес, я Анастасия Тарасова и вся наша команда. Прощаемся с вами до следующей недели. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова